А в Павлодаре инструктор Ледового дворца Юлия Пузина обвиняет руководителя в рукоприкладстве. Женщина просит наказать обидчика. Она обратилась в полицию и суд. Конфликт, по словам женщины, произошел из-за 10-минутного опоздания. Теперь, по ее словам, она подвергается травле. Синяки, ссадины, разбитый нос и травма ноги. Так, совсем недавно начался один из рабочих дней Юлии Пузиной. В рукоприкладстве она обвиняет своего начальника. Конфликт с руководителем произошел примерно две недели назад из-за опоздания на работу на 10 минут, рассказывает Юлия. Она была согласна написать объяснительную и ответить за нарушение рабочего режима. Но, по ее словам, руководитель зашел в кабинет, закрыл за собой дверь и перешел с крика на кулаки. Он просто с размаха на отмашь ударил меня по лицу. Я потеряла равновесие. Нога как-то подвернулась, что-то ударилось. Тупой предмет. Я, честно говоря, не придала этому значения. У меня больше был шок в факт того, что он меня ударил. И он начал кричать с такой силой. И там уже шла нецензурная речь о том, что я отсюда живу, не уйду. В больнице женщине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Сотрясение головного мозга, гематому лобно-височной области, ушибленную рану правой стопы криминального вида. Сейчас, по словам женщины, в социальных сетях со стороны руководства началась травля в ее сторону. Ее якобы обвиняют на легальной продаже БАДов и минеральной воды. Она обратилась с заявлением в полицию и Управление труда. В спортивной организации также начали проверку. На сегодняшний день у нас создана рабочая комиссия по факту, этому факту, изложенных еще в обращении Пузиной, инструктора. И будет проводиться служебное расследование. Ледовый дворец попадает под мораторий, поэтому проверки и расследования проводить запрещено. Но в Управлении труда женщине оказывают юридическую помощь. Данное предприятие подпадает под мораторий, который действует в Республике Казахстан с 2020 года, указан президентом. Данное предприятие относится к малому бизнесу. Однако ГУ Управление готово оказать юридическую помощь Пузиной. Юлия именно обратится в согласительную комиссию, а по несогласию и также неурегулированным вопросам обратиться в суд с исковым заявлением. Пока Юлия Пузина отстранена от работы. Она проработала фитнес-тренером в Ледовом дворце 13 лет. До этого времени, говорит, никогда не была замечена в скандалах. Евгения Мягченко, Алексей Мехедов, Информбюро, Павлодарская область.